Ребята, всем привет! Сейчас я собираюсь на съемку Simple Beauty. Это бренд Карины Оске. Они пригласили меня пофоткаться для их бренда, магазина. И, собственно говоря, я с удовольствием согласилась. Вот, кстати, мои волосики. Сейчас я собираюсь. Я сделала макияж. Он... Если не смотреть на губы, то у меня макияж очень легкий. Такой прям супер, мне кажется, натуральный. Ну, как мне кажется, потому что у меня не накрашены брови. Я их только наверх зачесала. То есть сейчас вот эти брови, это мои брови. Без всего там ничего не рисовала, не подводила. И единственное, что мне пришлось накрасить губы вот таким карандашом, моим любименьким, не знаю, возможно, придется стирать, потому что так называемое... Это не очень натурально выглядит, а у них как бы продукты такие уходовой косметики. Там, снять макияж, мицеллярная водичка, еще что-то, сыворотки. Поэтому макияж должен быть очень-очень легкий. Либо, если позволяет там кожа, да, вообще без макияжа. Но мне, к сожалению, не позволяет не только кожа, но еще и синяки на моих губах не накрасить губы. Поэтому, в общем, такая вот история. Сейчас я хочу закрутить волосы немножко, потому что мне очень нравится вот такая вот естественная волна. но чтобы ее получить, мне нужно сначала волосы накрутить, а потом ничего с ними не делать, не лачить, ничего такого. И они со временем сами расслабятся. И вот, видите, вчера я накручивала, они у меня уже так. Но, кстати, долго хорошо продержались. Так что вот сейчас я вам покажу, как я накручиваю, не знаю. Ну, как бы я так делаю, вы можете по-другому делать. Вот, синяки уже немножко так прошли, их уже меньше стало. Так, вот это я не люблю, вот такие загогуленьки внизу. Ну, ладно, оно тоже сейчас остынет и расслабится. Я же ничего не фиксирую. Плюс на улице дождь, поэтому можно получше закрутить. Мне вообще ребята сказали, что я могу не краситься, не причесываться, прям не заморачиваться, приезжать так, потому что там визажист будет. Но я, честно говоря, очень не люблю, когда меня кто-то красит. Все замечательно, настроение супер. Но единственное, что меня расстраивает безумно, погода. Она просто отстой. Постоянные дожди. Надоели. Также меня спрашивали, буду ли я наращивать волосы, вообще, что я решила, что я думаю. На самом деле, не знаю. Мне, в принципе, и так даже нравится. Просто нужно привыкнуть. И у меня еще даже нет ни одной фотки, кстати, в инстаграм с моей новой длиной. Ну, как новой, без наращенных. Вот, поэтому тоже хочется сегодня сделаем фоточки для венда, ну, с продуктом. И дальше хочу просто пофоткаться без продукта. Какие-нибудь классные снимки сделать. Тем более, что мы в студии будем. Почему бы и нет. А потом мы пойдем в ресторан вечером с ребятами. Получается, пойдем я, Оск, Карина и Слава подъедут к нам тоже. Потусим. Возможно, выпью вина. Мы с Кариной, возможно, выпьем вина. Так что, такой сегодня день планируется. Еще мне нужно собрать луки. Карина тоже собрала всякие образы. В основном нам нужен верх. Поскольку все это будет больше портрета, я думаю. Но взять какие-то полные образы тоже можно. Вот, и я хочу взять... У меня есть много... Ну, как не очень много, но... Несколько, скажем так, верхов. Одинаковых. Просто разных цветов. И я хочу это как раз-таки взять для того, чтобы мы с Кариночкой сфоткались вместе в одинаковой одежде. Просто разных цветов. Поэтому, мне кажется, это будет тоже прикольно. Такие образы тоже возьму. Так, я сделала что-то. Вот, единственное, что я переживаю, что реально с этой длиной мне прическа только такая нравится. Конечно, прямые распущенные тоже можно, но... Как-то все равно не то. Пока я заканчиваю прическу, уже сейчас с вами попрощаюсь до следующей локации. Хотела вот что сказать. Помните, в предыдущем блоге, кто смотрел, я такой ребус вам задала. Сколько стоил мой новый компьютер. Я забыла в том блоге об этом сказать. Я написала на видео, что кто угадает, того назову в новом видео. С ником и все такое. Так вот. А многие решили, что я купила компьютер за около полмиллиона и что-то такое. И, в принципе, не мудрено, потому что эти компьютеры стоят абсолютно по-разному. Сейчас я вам назову человека, который угадал и сказал правильно, сколько стоит компьютер. Потому что я обещала. Итак, инстаграм блументал. Блюментал. Не знаю, я здесь правильно сказала, но в любом случае вы видите это на экране. Эта девочка угадала. Она написала 170-180 тысяч. Самое интересное, что это самое, блин, такое точное, мне кажется, практически самое точное, да, что можно было написать. Потому что комп стоил что-то типа 176 или 173, что-то такое. Но из-за того, что я оплачивала карточкой, потому что у меня деньги были на карте, он, короче, типа повысил там цену, да, что-то на 3% больше стало. Но я не помню точно, какая сумма была, вот 170. Но в итоге комп вышел 180, по-моему, ровно. Или там 180 и еще там какие-то типа копейки. Ну, короче, ты угадала. Надеюсь, вам понравился этот конкурс. Спасибо за участие. Вот, не забывайте, что я все комментарии читаю. Обязательно. Так что вот такая вот у меня причесочка. Кстати, моя кожа стала получше. Единственное, что сегодня у меня несколько болячек вылезло. Ну, как, пресси. Не знаю, честно говоря, даже почему. Так обидно. В общем, я думаю, может что-то на шею надеть или сюда не надо. Только вопросов. В общем, ладно, я буду выходить. Я думаю, может быть, еще заехать в Макдональдс какой-нибудь. В общем, ребят, я еду. Хочу сказать, что как-то день как будто бы не задался. Потому что, во-первых, у меня выскочили две какие-то болячки, которых не было. И вообще только я сказала то, что кожа стала получше. Ну, в общем, как всегда. На улице какой-то беспредел. Дождик вонючий, который мешает вообще мне. Ненавижу дождь, честно, ненавижу. Вот никогда не люблю его вообще. Я не вижу в нем ничего хорошего. Чисто для себя. Но если говорить о поливке полей, там пыль, чтобы не поднималась. Хорошо. Но для меня плохо. Пробки просто сумасшедшие. Все какие-то больные. Я стою на дороге и еду. И вроде как уже должно быть меньше по времени мне ехать. Но в итоге все увеличивается и увеличивается. И я уже опаздываю не на 15 минут, а на 30 минут. Вот, но ничего страшного, потому что мне вообще Карина сказала приезжать в 5 часов. И меня в это время должны были начать только красить и делать что-то с волосами. А я уже готовая. То есть, по сути, ничего страшного нет, потому что я не отниму этого времени. Вот, еще есть одна проблема с парковкой. Мне нужно найти будет место. Там есть шлагбаум около студии, как раз где можно припарковаться. Но проблема в том, что Карина сказала, вряд ли там будут места. И нужно позвонить за 10 минут. И если там будет свободно, то я смогу заехать. А если нет, то получается. Что мне делать-то? Вот, это еще не все новости. Я случайно купила вчера вот этот липтон с лаймом. Я его терпеть не могу. Это просто ужас. Я люблю обычный зеленый липтон. Потом я забыла дома. Но я взяла с собой второй, который не чищен уже лет 100. И, в общем, такое себе настроение. Вот, единственное, что радует, что Слава приедет, когда мы пойдем в ресторан. И он мне как раз все, мое добришко привезет. В общем, какая-то я нервная, очень недовольная. Еще тут липтон с лаймом. Погода. Брыщи эти, которые вылезли вот здесь. Ну, и вот эта херня какая-то. В общем. Юля пришла. И ее уже красят. Подкрашивают, я бы так сказала. Это Настюшка. Она сегодня на все руки мастер. Помочь? Давай я просто постою рядышком с тобой. Давай. Ой. Мы небольшой бренд, поэтому у нас люди делают кучу вещей. Настя фотограф. Немножко еще помощник фотографа. Юля тоже сам себе визажист. И потом еще ее подкрашивают. Я была накрашена полностью визажистом. Во всю идет процесс. У меня не было фотосессий. И все, что мне Настя показывает. Вау. Что это? Соскучилась, да? С ума с ними. Сладкий лес. Ничего, мы не обижаемся. А я выставлю, если что, карусели. А, ладно. Это маски. У нас их три вида. Rise and shine. Beauty. More self-love. And the queen of self-care. Вот они все такие красивенькие. Увлажняющие. Вот эта циклорама. Здесь очень красиво. Хотим здесь фотошку сделать. Такую минималистичную. Вообще соскучилась по фотосессиям. Настроение пофоткаться на днях. Просто. Настроение фотосессия. Первая за полгода. После самоизоляции. Все ей надо. Музыку. Мне надо. Позируй, моя хорошая. Позируй. Ухожу за твоя фраза. Тебе надо научиться смеяться, когда тебе не смешно. Я даже не знаю, что сказать. Очень красиво. Станьте, пожалуйста, вы можете. Давай. Да, поднимай. Без продукции. Да, да, без продукции. Подружки. Давайте как братишки. Вот так вот. Вот так, как братишки. Сейчас мы фоткаем, как из моей сумочки вываливается прекрасное. Мои очки, ключи от моей машины и Simple Beauty. Губы, конечно, подводят, потому что по-хорошему для такой съемки нужно вообще без оттеночных каких-то там базов, блесков. Но ничего не поделаешь. Все, моя сумка вам больше не нужна. В общем, ребят, мы уже поснимали. Времени было не очень много. Точнее, хотелось очень много всего успеть, поэтому я мало снимала на съемки. Но надеюсь, что вы что-то увидели, вам понравилось. Скоро будут фотки. Еще мы делали фотографии просто без продукта, чтобы много всего получилось. В общем, сейчас я жду судорожно. Надеюсь, что никто не займет место впереди меня, потому что мы уже приехали к ресторану. Я приехала раньше к Арине с Оском, и Слава еще едет сейчас от дома. И я очень надеюсь, что никто не займет это место. Я не знаю, как поступить, встать на два, встать туда просто человечком. В общем, очень жду, когда они скорее приедут, чтобы мы вместе рядышком стояли. Вот, смотрите, я встала, и спереди там есть еще одно место. Просто суть в том, что это хорошее место за 150 рублей в час, а не за 390, как в основном везде здесь, в центре, в округе. И наш ресторан не так далеко находится, куда мы сейчас пойдем. Прям совсем близко. Это самая ближайшая парковка, которую я нашла за 150 рублей рядом с рестораном. И я очень жду их. Я очень волнуюсь, что кто-то займет, но, слава богу, пробка в ту сторону. А туда никто почти не едет, поэтому я судорожно жду, когда они доедут до меня. Вот, но главное, что я встала и уже не нервничаю так сильно. А вот и они. Я очень рада, что все-таки мы встали вместе. Так что сейчас потихоньку пойдем в ресторан, подождем, ну, подождем Славу как раз и будем кушать. Так, во-первых, пришел Славик. Мы заказали кушать, сейчас нам еще донесут блюда. Вот славиное блюдо. О, с котом ям. Очень вкусный дом ям, советую. Моя мама любит. А я все еще ваш покорный слуга, Карина. Карина ничего не заказала кушать, потому что она уже поела. Кстати, я тоже мак поела, но мне там написали, типа, Юль, как же ресторан? Спокойно? Мы с Кариной пьем по бокальчику вина, как я вам рассказывала. Просто такое бывает, что иногда в ресторанах, даже рыбках, есть что-то другое. Ну, вот, это первый ресторан, где я пришла, и такая, типа, вообще ни одной позиции нет. Спокойной рыбы. И это удивительно для меня, потому что, ну, а если пришел человек с людьми, которые не любят рыбу? Нет, я уверена, тут есть что-то вегетарианское, но я ничего не видела. Да ты говоришь, пойдем в рыбу моя. Я говорю, да там уже только одна рыба будет, типа, как она говорит, не будет там одна рыба. Ну, потому что сколько ресторанов я была рыбных, там обязательно всегда есть какое-то мясо, курица. Название рыба? Моя, все, там только рыба. Ну, все, понятно, что там ожидать стоика, типа, ну, навряд ли. Абсолютно нормально ожидать, а здесь стоика, тут было что-то нерыбное. Наконец-то я снова в более-менее нормальном виде. У меня уже почти прошли синяки, когда вот мы делали мне губы. Как раз предыдущий влог, который вы видели, я сделала себе губы, и сейчас вы уже можете увидеть, как бы, результат. Единственное, что синячки до сих пор еще есть, очень маленькие, практически незаметные, но все-таки еще остались внизу. В общем, сегодня у нас такой день. Я еду за Кариной, и мы поедем в торговый центр Атриум, потому что у нас просто офигенское сотрудничество с брендом, магазином Michael Kors. И они нам сказали, приезжай, выбирай, что хочешь. Я могу назвать это прямо дружбой, а не просто каким-то сотрудничеством, потому что, ну, в принципе, мы любим этот бренд. Так же, как и Карл Эггерфелд, например, вот мы с ними сотрудничаем, дружим, так сказать. И мы просто всегда с огромной радостью, с огромным удовольствием с ними делаем какие-то, скажем так, ну, не коллаборации, там, посты поддерживаем, магазин, бренд. И, понятно, нам подарочки дарят, подарочки мои любимые. Вот, и у Michael Kors новая, в общем, коллекция, лимитированная. И нам прислали с Кариной каждой по сумке новые. Они, кстати, классные, вам покажу, они дома. Ну, моя дома осталась. Вот, и там еще футболочка. Ну, я думаю, что вы, скорее всего, скоро увидите у меня пост с этой сумкой и в этой футболке в Инстаграме. И сейчас мы как раз с ней поедем с Кариной в Michael Kors, чтобы выбирать подарочки. Вот, я хочу посмотреть не только себе что-нибудь, хочу какие-то аксессуары посмотреть, может быть, там для Славы, зайчика моего любимого. Вот, сейчас еду за Кариной. Господи. Кстати, знаете, что я вам хотела рассказать? У меня есть несколько страхов на дороге. Первый мой страх на дороге — это не видеть. У меня было не так давно, в принципе, и до этого у меня уже были такие ситуации, когда очень сильный дождь, очень плохая погода, и ты ничего не видишь просто. Вот так вот работают дворники, но все равно очень плохо видно дорогу, плюс пасмурно, и вот от дождя еще вот эти вот, ну, не испарения, а типа как туман какой-то создается. И просто не видно дорогу. И недавно я ехала с дачи, был очень сильный дождик, и мне просто полностью закрыло вот переднее стекло, да. Я ничего вообще не видела, секунд 5-6, наверное, но эти секунды, знаете, они такие важные на дороге. Я ненавижу, вот у меня есть страх, когда я ничего не вижу за рулем, особенно также я ненавижу чихать за рулем. Для меня это просто, господи, я когда чихаю, у меня сразу адреналин, мне кажется, подскакивает, потому что пока ты чихаешь, ты на долю секунды какой-то, ну, закроешь глаза. И вот для меня даже сейчас вот так вот сделать передо мной, едет автобус, мне страшно, потому что я представляю, что вдруг он резко, блин, затормозит или что-то еще такое. Я всегда, конечно же, держу дистанцию, но всегда это страшно для меня. И еще у меня есть очень большой страх, я думаю, что такой страх у всех есть, ну, кто водит, тем более. В общем, мне очень сильно страшно сбить человека, в принципе, ну, и не только человека, да, вообще кого угодно, просто там, животное сбить. Мне очень это страшно, я очень, как бы, всегда аккуратно езжу, несмотря на то, что сейчас я снимаю влог, я еду по своему району, очень тихому, и тут как бы все хорошо у меня. Так вот, и у меня страх даже не то, что, понятно, сбить кого-то, да, человека, животное там, но еще у меня есть страх, что кто-то мне просто бросится под колеса. Вот я не знаю, кто из моих подписчиков тоже водит, напишите, есть ли у вас такой страх, потому что иногда я еду там, ну, быстро, да, по шоссе, по какой-то дороге, и какого-то хрена какой-то человек идет где-то у обучины, или просто вот даже я еду, я всегда, когда вижу людей на дороге неподалеку, или которые стоят вроде как на бордюре, но очень близко к дороге, у меня всегда есть страх, потому что я не знаю, что в голове у этого человека, вдруг у него там, блин, я не знаю, что случилось, и он сейчас просто возьмет и бросится мне под колеса. Мне реально так страшно всегда, не то, чтобы я об этом постоянно думаю, когда вижу людей на дороге, да, даже не просто на дороге, а там на остановке, вот я стою там на светофоре, точнее, не на светофоре, а подъезжаю там к светофору и мимо там остановки, и у меня постоянно реально такой страх, а еще мне безумно жарко. В общем, я все хожу со своей длиной, привыкаю к своим волосам, и единственное, что мне пока не очень комфортно, понятно, я что, буду постоянно себе волосы накручивать? Мне нравится такая прическа, особенно, когда она еще больше подраспустится, там, знаете, чтобы такая прям естественная была, а не как будто бы я закрутила, вот такое я очень люблю, мне очень нравится, очень красиво, в стиле добавляется, чё тебе? Вот, и вот так вот люблю здесь за ушко делать. У меня спрашивали, типа, зачем ты сделала губы, у тебя же нормальные были, полностью согласна, но теперь они мне нравятся больше, все такие сочные теперь, блин, на самом деле я просто очень давно не делала губы, полтора года, наверное, я рассказывала, и уже как бы пришло время, почему бы и нет, зачем себе в этом отказывать, и да, вы помните, что я делала еще углы челюсти? Не знаю, будет ли вам их как-то сильно видно, но они тоже как бы не острые, то есть рассосались уже, когда только делаешь, они прям такие достаточно острые. Кстати, завтра мы поедем на дачу у моего брата Тимура, папа, который родной, был недавно день рождения, и, в общем-то, мы поедем на дачу отмечать его днюшку, и останемся на ночь, как раз вот дача папы находится в 20 минутах от дачи моей, вот где я детство провела, откуда влоги самые популярные, поэтому мы туда поедем и как бы потусим. Так, ребят, мы уже в Майкл Корс, смотрите, какая сумочка. Да, классная, кстати. Вот так вот это выглядит. Угадай, 33. Да, мне уже показывали, но она мне что-то не очень, слишком много, вот я не люблю вот такие штучки, но кому-то нравится. Когда у Карины было предыдущее сотрудничество также с Майкл Корс, она взяла вот такую вот сумочку, и я у нее ее просила погонять, потому что она мне очень нравилась, и я думаю, что, возможно, я ее тоже возьму. Ну да, а что? Не, ничего плохого. Она классная, мне просто очень нравится такая расцветка, и то, что ее можно, типа, как и на пояс, так и через плечо. Где я ее риском нашу? Ну, я бы ее чаще носила. Ну, да ладно. Давай мне мою сумку, вот это что-то бедненькое, моя подружка любимая. Какая для взрослых. Нормально. Красивая. Очень деловая, под костюм прям с каблучками. Она стоит наилучка. Тысяч 60. Блин, ну нет, это очень взрослый вариант. Ну, мы хотим знать, сколько стоит. О, слушай, я купила 33. Я думала, стоит, типа, 50. Ну, это, наверное, может быть не самая новая коллекция, или такая, знаешь... Мне она нравится теперь немножко. Хочу забрать себе этот мрамор. О, смотри, есть такая светлая, брат. А, смотри, сейчас посмотрим, я вам покажу, что мы в итоге выбрали. Карине очень понравились вот такие, и я хотела тоже похожие взять. А, вот такие вот мне понравились тоже, и другие, но, в общем, все-таки не настолько понравились, чтобы взять. В итоге я решила, что вот такие возьму. Мы с Карине их в детском мире. Купили эти и для себя игрушки купим сейчас. Да, хотим посмотреть игрушки. На самом деле, я говорила, что завтра еду на дачу, поскольку у брата был Дере, но сейчас я смотрю подарок не для этого брата, а для брата помладше. Папа сказал, что ему нравятся вот такие всякие кошечки. Медведь приятный. Да. А вот эти мне тоже нравятся. Очень красиво, да. Но я бы тебе советовала взять семейство тигра. Ой, да, смотри, как круто он держит чего-то у ребенка. Папа ужас. Почему ужас? Они же так любвеобильно перетаскивают тигрят. Ну да. О, давай в следующую ночевку будем смотреть, как рожают тигры. Брат, или как олени. Это отсылка к тому, что мы посмотрели, как рожают собаки. Можно взять семейство как-то из-за того? О, вот это да. Но семейство тигров лучше, чем этих. Поэтому еще можешь взять одиночных. Да. А кого? Может там еще? А лошадь-лошадь-змея он будет, интересно? О, лошадь-змея. Блин, сама захотела в игрушки играть. Смотрите, это ферма. Блин, нам нужны дети, брат, чтобы играть с ними. Хотя, блин, когда ко мне сестры проезжают и просят с ними поиграть, мне хватает на полчаса. А потом начинают... Просто, знаете, в чем прикол детей? Они, если им какое-то действие понравилось, какая-то игра, например, что-то зацепило, они хотят в это играть 24 на 7. Типа, ты там сделал ку-ку один раз, и они давай, давай в ку-ку, давай в ку-ку. И это так странно, это так уже начинает бесить. Но с другой стороны, не знаю, это не должно бесить. Просто они очень зацикливаются на одной игре, которую, типа, случайно как-то вы поиграли. Понимаешь, о чем я? Вы понимаете, о чем я? Ну, я люблю играть с детьми. Точнее, для меня это квест. Знаешь, мне хочется попробовать, как будто бы это мое актерское мастерство. Я, типа, превращаюсь в ребенка, и как будто бы я играю тоже ребенка. В этом суть не отличается игры. Ну, я тоже люблю. Я люблю играть с Юлиной. Брат. Ладно. Сейчас была ужасная ситуация. Приходит маленький ребенок к этой стойке и говорит, «Мам, я хочу семейство львов!» А мы понимаем, что взяли последнее и просто отошли. Это, конечно, очень грустно, но мы же не для себя берем или не для видео, там, скетч какого-нибудь просто, чтобы они у нас потом валялись. Юля тоже, как бы, в подарок своему братишке берет маленькому, поэтому кто первый взял, тот первый взял. Я уверена, это не последняя пара. Если бы они очень хотели, они, наверное, бы, ну, как бы, спросили, есть ли у вас семейство льва, может быть, где-то на складе есть или в других местах. Ну, ладно, пофиг. Но очень грустно. Хочется ему отдать. Он такой, а где семейство льва? Мы не злые, правда. Это наше семейство льва. Блин, вот это самые лучшие игрушки детства. Я надеюсь, что у моих детей будет целая игровая, в которую можно поместить и кухню, и кафе. Эх. Что еще ты хочешь? Мне очень нравится с овечками, либо вот такая ферма. А что думаешь? Ну, возьми тогда... Мне очень лошади понравились. Вот это... Смотри, какой пуся. Слушай, ты купец. Смотри, какой сладкий. Да, давай возьмем. Ты рассказала? Да. Блин, это так жестко. Мы первые приступили, вот этот парень. Вот он. Вот танк лучше пусть возьмет. Купи мне какие-нибудь супи, мам. Нет. Дистанцион. Спасибо большое. Гель, санитайзер, антисептиков. Встала просто куча. Ну да. В какой-то момент все забили. Все пропали. Ой, девушка, она тоже лежала, пожалуйста. Юля привезла меня домой. Мы решили открыть камеру, чтобы поболтать. Просто прежде чем расстанемся, так буду скучать. И я. Кстати, давай покажем, что братишки купили, да? Давай. Мы были в Буденовском. Как это? Горбушка? Да, типа горбушка. Горбушка. Гормушка. Рыба. Вот. Беда. Видите? Это? Что это? Руль для PlayStation беспроводной последней модели. Сколько твоему брату лет? Можно не знаю. Шпиг знает. По-моему, 7, и он как раз в школу пойдет в этом году. Но это он хотел. То есть это не так, что Юля просто взяла и решила маленькому ребенку подарить. Нет, он играет уже. Сидит в джойстик играет. Ну, руль, мне кажется, это прикольно. Ну, конечно, прикольно. У нас, мне кажется, тоже был руль раньше в семье. Ну, на Плеху. Сказать, да? Что взяли? В общем, я у Карининой тети всегда беру сыр чанах. У нее свой магазинчик. Она и тортики делает на заказ. Очень классные, вкусненькие. Мы тоже на днюшки, на праздники заказываем у нее. Вот. И я взяла у нее чанах целых две штуки. Один повезу папе завтра на дачу, а другой сама съем лаваши. Еще она дала мне хачапурки. Вот. Что еще? Дома буду показывать вам, что в итоге взяла от Майкл Корс. Ты покажешь? Буду, да, в своем влоге. У тебя завтра выйдет влог? Да. Я надеюсь, что мой завтра тоже выйдет в этот день, потому что у меня там нормальный уже, думаю, материал из двух-то дней. Вот. Так что, как только посмотрите мой вот этот влог, если не смотрели еще Каринин, то заходите к ней, посмотрите, что она взяла себе. И... Очень крутое что-то. Мне очень нравится наш сегодняшний день. Я в своем влоге тоже так скажу. Да, спасибо. То есть не забуду. Не забудь, дрянь. Не знаю, в курсе вы или нет. Мне кажется, сейчас все об этом говорят, и особенно наверняка у меня есть подписчики из Армении и Азербайджана тоже. И, конечно, то, что сейчас происходит, очень страшно. Да. Очень хочется посочувствовать. выразить соболезнования тому, что вообще, в принципе, происходит. Все это очень грустно, страшно. Мы очень переживаем, конечно же. И хочется просто сказать, что мы за то, чтобы был мир во всем мире, никогда не было войны. И вообще просто... Я не знаю. Я понимаю, что, типа, мне этого не понять, тебе тоже, да, многим не понять, зачем это вообще нужно. Но, к сожалению, не все вопросы решаются почему-то мирным путем. Хотя я надеюсь, что все-таки, ну, люди дойдут до того, что мы очень верим. Юля комментирует это как-то, потому что она мне рассказывала, просто ей тоже в директ спрашивают, типа, как ты относишься. Меня тоже очень много спрашивают. Я это прокомментировала у себя в сторис, в влоге. Это Юлян влог. Карен, ты скоро будешь треки выпускать? Ну, я надеюсь. Ну, расскажи. А ты мне пропиаришь, если я расскажу? Конечно. Конечно, буду. Ребята, если вам будет нравиться, я буду дальше делать больше. Ну, скажи от души, что ты реально занимаешься, прям хочешь? Ну, вообще, я, типа, занимаюсь реально, ну, на вокал хожу, все дела, я, типа, дошел к этому серьезно. Сегодня даже два часа взял вместо одного. Ты такой молодец, ты знаешь, что ты потратил. Даже я на вокал не хожу. Ну, типа, блин, я вот три раза уже был, считай, у меня уже какой-то есть, мне кажется, прогресс. Ну, мне понравилось видео, которое ты скинул. Ну, вот, типа, до этого, мне кажется, я вообще фо-фо как-то говорил. Итак, ребят, я уже дома, и хочу вам показать, во-первых, то, что подарили Майкл Корс мне, их новую коллекцию. Очень нравится, новая такая лимитированная коллекция. Большая, удобная. И тут еще футболка, которую я еще не открывала, но у нее вот такой принт, тоже Москоу. Я думаю, что увидите уже в Инстаграме. Вы готовы смотреть? И здесь хочу показать вам то, что Чанак взяла. Лаваш. Уря! Я взяла себе вот такой рюкзак. Был еще такой коричневый с таким же принтом, но я подумала, что белый прикольно. Коричневый у меня просто и так все с таким принтом. Вот такая вот сумочка, как у Карины, поясная, также она через плечо носится. Только это светлый принт такой, а это коричневый. Вот рюкзак был с таким же оттенком. Раскрасим цветом. Я решила вот так взять. Следующее, что я взяла, я взяла себе вот такую вот сумочку, потому что у меня все с принтами, какое-то вот, ну, с разноцветной, я решила взять себе вот такую черную сумочку, очень мне нравится, она такая классная, под платье, под какой-нибудь вечер, в ресторан. Тебе нравится? Угу. Вот, еще ее, понятно, можно вот так вот носить, тоже, ну, я больше люблю вот так вот. Ну, и вот так тоже можно, ну, и для фото классно, я очень счастлива, это еще не все. Также я взяла себе вот это, тоже с принтом таким. У меня, на самом деле, кошельков новых вообще давно не было, я сейчас перестала пользоваться кошельками, пользуюсь только кардхолдерами. И последнее, это обувь. Понимаешь? Угу. В итоге я взяла совсем другое, не то, что спрашивала у вас в инстаграме. Вот такие вот белые кроссовочки, тоже с таким же принтом здесь, но очень мне нравится. Карина взяла такую же модель, только бежевого оттенка, вот, очень прикольные, удобные достаточно. Ну, надо, понятно, ниже еще походить, но я думаю, вряд ли они будут неудобны, вот это я все убираю. В общем, рассказывать мне вам больше особо нечего сегодня, я хочу убраться дома, разобраться с вещами, завтра мы поедем на дачу, и я не знаю, пока буду ли я снимать влог, может быть, буду просто в сторис активную, но, не знаю, надеюсь, что этот влог получился насыщенный, интересный, если нет, то напишите, я постараюсь их делать более насыщенными. Вообще, скажите, нравится ли вам, когда я выпускаю влоги не одного дня, а там двух, трех, вот так вот, как получится, просто, я еще стараюсь вести очень активно инстаграм и сторис, и поэтому стараюсь везде дозированно давать какую-то информацию, во влоге что-то одно показать, рассказать, в сторис что-то другое, чтобы везде всем было интересно за мной наблюдать, в общем, сложно, но я над этим работаю. Так что вот, спасибо большое, что смотрели этот влог, надеюсь, что он вам понравился, оставляйте комментарии, потому что я все читаю, всех люблю, целую, обнимаю, и всем пока!